И всем привет, ребят, с вами Саваник, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, а именно обзору дронов. Сегодня я бы хотел вместе с вами поговорить о том, какой лучше дрон использовать в матчмейкинге, какой, по моему мнению, дрон на данный период времени является самым актуальным и самым жестким в использовании, не считая кризиса. Хотя, если считать его, то все равно я бы отдавал предпочтение другому дрону. Именно об этом сегодня будет наш разговор. Многие заходят на стрим и очень часто мне задают этот вопрос, какой лучше дрон взять, лучше взять бустера, защитника, да, какой дрон является более метовым на данный период времени и что лучше вообще использовать. Многие имеют этот дрон, но почему-то не преподносят и не обращают на него столь большое количество внимания. Сегодня речь пойдет о дроне ловкач и я попытаюсь вам рассказать, чем же этот дрон лучше, чем любой другой и даже в моменте лучше, чем дрон кризис, который является, ну по сути, единственным донатным дроном в игре. Сыграем сегодня, наверное, пару боев на, наверное, не совсем стандартных вооружениях. Возьмем, давайте, на первую катку корпус Хантер. По пушечке, я думаю, что можно выбрать что-то из ближнего боя. Пусть это будет, например, ну, например, давайте Изида с вампиризмом, да, возьмем вот такую вот комбинацию с дроном ловкач. И, по сути, ну, кажется, что у вас есть вооружение, да, которое наносит хороший урон в ближнем бою, да, и какой дрон к нему подобрать, да. Возьмешь бустера, у тебя будет хороший, в принципе, урон дополнительный, защитник, у тебя будет дополнительная броня. Но, но, взяв ловкача, ты получишь на данный период времени больше, чем бустер и больше, чем защитник. За счет того, что ты будешь быстро передвигаться по карте и за счет того, что ты сможешь выигрывать большое количество макро-игры, да, не микро-моментов, а именно макро-игры, за счет быстрых передвижений по карте и правильных мувов, да, за счет того, что у тебя уже есть дополнительная скорость, которая является где-то 60% от скорости кризиса, и на кризисе у тебя есть возможность только прожать одной, например, нитры, а не фул расходки. Здесь у тебя есть возможность прожать и сразу полной расходки. Ты будешь уже круче и сильнее, чем бустер, который дается с дополнительным уроном и, например, защитник, который с повышенной броней. Просто за счет вот этой вот скорости. Казалось бы, ну ничего здесь такого нет удивительного, но на самом деле это реально тот самый дрон, который на данный период времени за счет всего лишь одной дополнительной возможности, а именно повышенной скорости, да, и возможности прожатия полной расходки становится круче, чем тот самый жесткий нагибаторский бустер, чем тот самый в свое время также актуальный защитник. И многие задают мне вопросы, да, то есть какой лучший дрон, да, и когда я говорю, что лучше берите ловкать, чем всякие там бустеры и прочие дроны, мне говорят, что, ну, я не прав там или еще что-то в этом духе, да, либо не верят мне то, что это реально работает так. Сегодня я постараюсь это все дело, ну, не только набалаболить, но и показать, да, такие режимы, как регби, такие режимы, как CTF, флаги, как штурм за атаку, во всех этих режимах практически на любом вооружении ловкач будет максимально актуален и от него будет намного, намного больше пользы, чем от любого другого дрона. Вот, например, такая доставка не была бы возможна, если бы у меня бы не было бы дрона ловкач, по сути, можно было бы ее попробовать оформить на дроне Кризис, но, в очередной раз повторюсь, Кризис не дает возможности прожатия двух расходок или трех расходок одновременно, здесь вы просто прожимаете такую расходку и выигрываете, просто выигрываете за счет только этого. Сейчас попробуем сделать быструю доставку, если кто-то заблочит, сразу прожму овердрайв, но никто даже не блочит, просто легенько, быстренько доставляем второй мячик и все у нас идеально здесь получается. Выбор вооружения, ну, максимально рандомный, да, я сегодня даже и не думал о том, что мне здесь взять, можно идеально использовать, например, с этим дроном Мамонта, да, мне Мамонт сейчас в последнее время очень сильно нравится, тем более с таким ловкачом. Ловкача у нас бустанули относительно где-то месяца полтора, может даже уже месяца два назад и после этого обновления я случайным образом, играя на Викинга Смаке, да, вот на том вооружении, которое по сути, по сути нужен урон, да, сыграв катку на бустере, да, а потом случайно переодевшись на ловкача, понял для себя, что бустер даже на той пушке и на том вооружении, играл на Викинга Смаке, которое целенаправленно на большее количество урона, да, и как бы делается, ну, огромнейший акцент на это, да, оно хуже, 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 чем дрон ловкач, который вам дает возможность быстрого передвижения по карте за счет повышенной скорости вашей нитры. И я для себя после того момента начал тестировать все возможные вооружения с этим замечательным дроном и пришел к этому выводу и теперь на протяжении уже где-то пары-тройку недель постоянно всем говорю о том, что это тот самый дрон, который сейчас, как по мне, абсолютно незаменим, да, и до сих пор в матчмейкинге его довольно маленькое количество игроков использует. Даже, если честно, в ЦП и в Осаде этот дрон также актуален за счет того, что вы с Респа можете очень быстро доехать до нужной вам зоны, до нужной вам точки, да, то есть, по сути, в любом режиме, ну, за исключением, наверное, в ТДМке и то, и то, вот, например, на ближнебойных пушках, я бы сказал, что и даже в ТДМке можно использовать ловкача и очень круто разваливать оппонента, да, то есть, Hunter Easy, да, офигеть, я даже и не знал, что такая комбина может так эффективно работать. И все, не без успеха вот этого замечательного дрона, да, поэтому, если вы на данный период времени думаете до сих пор, какой вам дрон использовать, что лучше покупать, да, в первую очередь, если у вас нет вообще никакого дрона, то лучше всего, конечно же, брать брута, да, а уже следующим дроном, когда у вас уже будет более-менее гараж, да, когда у вас уже будут какие-то вооружения прокаченные, когда у вас уже будет примерно неплохое количество батареек, да, все-таки эти дроны все у нас за минуту кушают по одной батарейке, вы себе приобретаете не какого-то там бустера, не какого-то там защитника, а берете и приобретаете вот этого самого замечательного ловкача. И уже на нем начинаете эффективно работать, наваливать и полноценно зарабатывать большее количество кристаллов опыта в боях за счет всего лишь, всего лишь дополнительной скорости. Но, кажется, так мало она работает, но на самом деле это безумно жесткий буст, безумно жесткий буст. Так что, запекались мы уже во вторую катку, первая вообще прошла, пока я балаболил так быстро, но здесь, я так понимаю, что будет уже немножко посерьезнее, мы уже проигрываем. Тантер сейчас один из самых слабых корпусов, как по мне вообще в игре, с вводом паладина его овердрайв стал максимально бесполезен, да, и любой паладин под прожатым овердрайвом будет просто вас контрить, и толку от вашего тантера не будет вообще абсолютно никакого. Поэтому я, ну, по сути, нахожусь на самом слабом корпусе, по моему мнению, на данный период времени, да. И первая катка, ну, залетела максимально круто, максимально жестко, и я надеюсь, что и в этом бою, сейчас я только поменяю иммунитет на иммунитет от оглушения, дабы меня больше не стопил этот замечательный страйкер, но мы летим 2-0, попробуем камбэкнуть эту катку. Посмотрим, что у нас получится. Получится, не получится потянуть такой боечек, у меня команда какая-то максимально нежелающая играть на победу, вести мяч, что я, честно говоря, не вижу ни одного игрока, который в этом заинтересован. Так, есть овердрайв, который подбирает мой тиммейт. Так, мне бы вот сейчас был бы овер, я бы этих трех молодых людей застопил, может быть, даже бы и получилось бы что-то в этом моментике. Так, у противника очень большое количество страйкеров. Очень большое количество страйкеров. Так, а где мяч, я не вижу мяча. Я не вижу, ага, вижу. А сходка так уехала от смоки Сэмми. Не успею, похоже. Похоже, не успею. Но для ловкача вообще нет смысла расстраиваться. Вообще абсолютно никакого. Ноль смысла для расстройства. Можно даже с трех ноль начинать камбэчить. Главная задача мне в этой катке, это сделать свои доставки. И все. Без разницы, абсолютно. Абсолютно на счет. Единственное, вот видите. Паладин овер! Все, да, то есть он прожимает, и мой корпус максимально никчемный. Он не работает, он не полезный. От него смысла очень-очень мало, но... Будем камбэчить. Сейчас у паладина овер пройдет. У меня овердрайв есть. Будем пробовать сейчас доставлять первый мяч. Вроде как аптечка у меня еще моя есть. Нитру дроповую подбираем, чтобы у нас стало нитра с ловкачом. Вот единственное, что печально, да, и что контрит этот самый дрон, это подавление. За счет подавления можно сразу же, мгновенно отключить вот эту вот дополнительную скорость дрона и по сути выключить его на момент работы вашей нитры. До следующего обновления ее, да. То есть, например, вот вы нитру прожимаете, у вас 40 секунд кулдауна ее, да. То есть пока у вас она не пройдет, у вас будет кулдаун. Но если в этот тайминг вы получите подавление на свой танк, соответственно, вы, к сожалению, глубочайшему не сможете ее получить, да. То есть вы будете играть просто с холл расходкой без повышенной нитры. И это, понятное дело, очень сильно сказывается. Нам нужна доставка, блин, никак не могу доставить. Это очень сильно сказывается на ловкаче. Но, 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 если упустить этот момент, да, то что нитра отрубается, да, потому что, ну, по сути, любой дрон может попасть под этот статус подавления, да. То ловкач сейчас является тем самым замечательным универсальным дроном, который я вам максимально советую использовать в матчмейкинге. Ну и я бы очень сильно хотел бы доставить здесь. Не знаю, как грамотно. Сейчас я упал в минус. Я бы очень сильно хотел бы сейчас доставить и попробовать камбэкнуть этот бой. По сути, у меня нет никакой здесь, никакой здесь установки не менять вооружение. Поэтому, если вдруг сейчас у меня не пойдут доставки на Хантера и Зиди, я могу, в принципе, переодеться. Не понял. А почему я думал, что я с мечом? Офигеть. Я реально ехал, думая, что у меня мяч есть. Офигеть. А как так? Я бы очень сильно хотелось бы пересмотреть, почему я думал, что у меня мяч. Ну, пробуем сейчас доставлять. Я еще думаю, нифига себе, на меня никто не акцентирует свое внимание. Я так хорошо залетаю. И все четко получается. Давайте подумаем, что мы можем взять в этой катке прям быстро, сразу. Мы можем взять паладина, дабы ее камбэчнуть. Да, все-таки 9 минут у меня есть. То есть, паладин это лучший дрон сейчас на данный период времени. Я думаю, что мы его, в принципе, можем взять. Сейчас еще одну попыточку делаю, если вдруг она не заходит. Если вдруг она не получается, то мы переодеваемся на паладина. Кстати, был неплохой мувмент для оппонента. Да, то есть мы берем сейчас паладинчика. Надеюсь, что у меня по таймингу там все реально. А, я же менял. Блин, ужас. Я же менял устройство на корпус. Блин, это очень плохо. Да, вот мне даже уже тиммейт пишет, чтобы я бы взял паладина. И я понимаю, что это реально может здесь работать. Но, к сожалению, у меня 3 минуты еще переодевалки. Ну, давайте пробовать. Давайте пробовать. Я хочу камбэкнуть эту катку. Но для того, чтобы ее камбэчить, мне надо сейчас даже на Хантере попытаться доставить хотя бы один флаг. И потом уже переодеваться на паладина. И стараться делать следующую доставку. Жига очень быстро меня сдувает. Что, кстати, вписал? Мокрый код на базе. Овердрайв у меня есть. По сути, мы можем сейчас пробовать его реализовывать. Например, вот таким вот прожатием. Ставим мину на подъеме. Ну и надо вылетать. Пробовать доставлять. Изида. ХП. ХП, ХП, ХП. Дабл мина. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это ужас. Это, конечно, ужас. Но нам нельзя ни в коем случае не дать сейчас доставить вообще, в принципе, по оппоненту. Было бы вообще шикарно, если бы сейчас вот этот код хотя бы одну доставочку оформил. Либо мы вместе... Ой-ой-ой, хорош код, хорош. Так, доставка есть, супер. Так, ну все, давайте, короче. Надеемся, что сейчас мы будем камбэкать эту катку. Изиду, в принципе, ну, наверное, я могу оставить. Могу поменять на что? На что я могу поменять? Чего нет у противника иммунитета от оглушения. То есть я, по сути, могу взять страйкера с оглушением. Там реза от страйкера есть, от чего нету? От чего нету резов? Мы можем взять какого-нибудь фреза. От фреза нет реза. Можем взять фреза вместо изиды. И попробовать на фрезяке. Так, ну мы сейчас пробуем доставочку вторую оформить. Похоже у нас получается. Ой-ой-ой, дабл мины еще словил. Мины ставят у них. Я только не знаю, кто. Я уже, по сути, все разменил. Так, 5-2. 5-2. Очень хочу эту катку выиграть. Очень хочу выиграть ее. И я знаю, что мы ее можем выиграть. Так, у меня где-то минута осталась до переодевалки. У меня сейчас будет еще один овердрайв, хантер. С прожатым овердрайвом гоняет. Ой, не хантер, паладин. А, наш тиммейт. О, тиммейт уже подбирает мяч. Это уже неплохо. Так, три оппонента. Четыре оппонента в одной зоне. Мы сейчас жмем сразу на них овер. Отлично. Овердрайв сработал. Подавление на все три танка есть. Пока у них подавление, моя задача быстро их уничтожить, если честно. Ну, не сказать, что шикарный, конечно, был овер. А, сейчас еще и подавление намного меньше работает. Но я немножко не рассчитал то, что мне может расходку сбить. Страйк. Ой, страйкер с мака. Поэтому получилось не совсем круто. 6-2. 5 минут до конца. Шансы на камбэк есть. Определенно. Единственное, что мне нужно сделать, это прямо сейчас... Прямо сейчас поменять пушку. Ой, пушку, корпус. Нужно менять корпус. Надеюсь, что они сейчас не доставят. Потому что если они доставляют, то они успеют переодеваться. Блок, 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 друг! А, блин, обидно. Я, если честно, хотел очень сильно выиграть эту катку. Но немножко анлука не повезло. В общем и целом, друзья, что я вам хотел донести этим видеороликом. То, что если вы сейчас сделаете выбор по дронам и думаете, что же вам лучше брать. Берите ловкача. Просто возьмите этот дрон и поймите, что бустер, что защитник сейчас даже близко не стоят с этим замечательным дроном. Если вы играете регби, если вы играете CTF, если вы играете даже осаду, если вы играете, даже если вы играете контроль точек, даже если вы играете штурм за атаку, этот дрон вам даст намного, намного больше пользы, чем вам даст любой из этих замечательных дронов. Но исключение, возможно, кризис каких-то определенных ситуаций. И то, и то я все равно отдал бы предпочтение ловкачу. Пишите, что вы думаете по поводу этого дрона. Согласны ли вы со мной или нет. Если нет, то напишите почему. Какой дрон для вас является лучшим на данный период времени. Поддерживайте видос лайком. Подписывайтесь, друзья, обязательно на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну а с вами был мистер Ванька. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.